всем привет меня зовут божан когда задавались вы когда-нибудь вопросом зачем живым организмом кислород то есть когда вы дышите вы вдыхаете кислород но когда он поступает в ваши клетки то есть ваши ткани что происходит с ним и для чего он там используется используется он для клеточного дыхания а именно для расщепления питательных веществ с целью получения энергии и простая упрощенная химическая формула и химические уравнения показаны здесь то есть источник энергии это у нас универсальные является простые углеводы такие например как глюкоза и в результате двухэтапного процесса дыхания это источник энергии превращается в конечном итоге в неорганические вещества углекислый газ и воду которые являются отходами процесса дыхания потом они выделяются из организма и здесь у нас как раз используется кислород для того чтобы получить энергию из этих органических веществ на самом деле конечно там биохимические процессы наиболее более сложные но для того чтобы сравнить в каких условиях может проходить дыхание и некоторые организмы даже и могут дышать без кислорода и даже в нашем теле некоторые ткани и органы могут тоже обходиться без кислорода какое-то определенное время а теперь в зависимости от того используют ли клетка для дыхания кислорода или нет имеется два типа дыхания первый тип дыхания а именно в нашей ситуации это первый этап дыхания называется анаэробный в данном случае то есть здесь проходит 10 последних биохимических реакций но в них не участвует кислород и именно вот этот тип дыхания он появился в самом начале в первых живых организмов то есть микроорганизмов которые существовали еще миллиарды лет на нашей планете до того как появился свободный кислород в атмосфере но в процессе развития жизни когда появился фотосинтез начался накапливаться в атмосфере свободный кислород и живые организмы пытаясь эволюционировать начали использовать кислород для того чтобы получить больше энергии из органических веществ и этот тип дыхания у нас называется аэробный то есть большинство живых организмов которые существуют сейчас они имеют старый тип дыхания анаэробный но уже также используют и новый тип дыхания аэробный с использованием кислорода теперь зачем же нам кислород то есть для того чтобы понять почему использование кислорода дало большое преимущество для аэробных живых организмов стоит упомянуть что при анаэробном дыхании выделяется всего лишь две молекулы от f то есть от f если помните это у нас аденозин трифосфат универсальная молекула который запасает себе химическую энергию и потом эта молекула может служить источником энергии для любых биохимических реакций которые могут происходить в же их организмах в то время как при аэробном типе дыхания может выделяться от 30 до 36 молекул от f то есть в различных условиях при у различных организмов то здесь мы видим что большое количество энергии выделяется уже при использовании кислорода в то время как при отсутствии кислорода количество от f который выделяется наиболее более низкая теперь если сравнить сколько энергии выделяется нам стоит упомянуть что один моль от f содержит себе 30.6 килоджоулей энергии в то время как получается если мы перемножим это соответственно на значение да то есть количество молекул то есть если мы здесь возьмем например 36 то здесь у нас выходит 61.2 килоджоуля здесь у нас выходит 1101 6 килоджоуля то есть ситуации когда организм или клетка использует кислород для дыхания то есть он может расщепить глюкозу полностью до неорганических веществ и в общем получить порядка 1162 килоджоулей это в примерных условиях до такого значения а вот если же получается это анаэробный организм например как наши мышцы в условиях когда у нас не хватает кислорода то они тогда переходят только на анаэробное дыхание и потом уже из вот этого промежуточного вещества при отсутствии кислорода формируется молочная кислота но уже там энергии не производится поэтому на одну моль глюкозы выделять всего лишь 61.2 килоджоуля то есть вы увидите разницу что при наличии кислорода выделяется очень большое количество энергии а теперь если посмотреть насколько эффективно использование энергии в абсолютных условиях а если мы сравним количество энергии который выделяет клетка при использовании кислорода из одного моля глюкозы с количеством энергии которые можно фактически получить из моля глюкозы в искусственных условиях то здесь у нас стоит использовать такой параметр что 1 моль глюкозы содержит себе может содержать себе от 2812 до 2880 килоджоулей на моль да то есть получается соответственно то есть получается если мы возьмем этот параметр и разделим на вот эти значения то мы получаем 12 ну или скажем 2880 килоджоулей на моль то есть умножаем на сто процентов соответственно у нас получение энергии из источников энергии в 40 примерно 40 процентов да то есть коэффициент полезного действия является результатом эволюции который проходил на нашей планете в течение порядка 4 миллиардов лет да и здесь вы видите что использование такого вещества как кислород для окисления органических веществ и получения энергии дало большой скачок и за счет вот этого соответственно могли появиться такие живые организмы как мы то есть и скорость жизни может проходить достаточно при больших темпах да то есть поэтому человек при отсутствии кислорода умирает потому что хотя наши клетки могут использовать источники энергии при когда нету кислорода этого этой энергии недостаточно для обеспечения жизнедеятельности всего живого организма человек задыхается умирает без кислорода а на этом наш урок подошел к концу увидимся на следующих уроках биологии всем пока